Список больших для региона событий на этом не заканчивается. На этой неделе в Новосибирской области прошел студенческий форум Шанхайской организации сотрудничества. Главный девиз – будущее в руках молодого поколения разных стран. О том, как содружество высших школ может влиять на развитие экономики и международных отношений. Алексей Кузьмин. Представители Поднебесной, консулы из Китайской Народной Республики, а также Казахстана и Киргизии обсуждают с сибирскими специалистами проблемы академической мобильности студентов. Не секрет, что новосибирские вузы для иностранцев уже давно альма-матер. Новосибирская область стала одним из центров научной и образовательной интеграции стран-суанхайских организаций сотрудничества. Этому служат вполне объективные инфраструктурные предпосылки, мощный, опять же, повторяюсь, научно-образовательный комплекс. Это высокая транспортная доступность, сформированные условия для профессиональной реализации молодых специалистов. На повестке первого дня форума вопросы молодежного инновационного предпринимательства и кросс-культурное взаимодействие. Объединению ШОС в этом году 15 лет. Самое время расширяться. Уже в этом году к странам Шанхайской организации сотрудничества присоединится Пакистан и Индия. В университет стран Шанхайской организации сотрудничества входит два крупных вуза города Новосибирска. На сегодняшний день в них обучается около 6 тысяч студентов из Китайской народной республики, Казахстана и Киргизии. Один из важных партнеров Новосибирской области по обмену студентами является Китай. В вузах города учатся сотни студентов, которые плотно изучают русский язык и культурные традиции нашей страны. Их планы на будущее связаны с экономикой, машиностроением, торговлей и сферой научных разработок двух стран. В частности, совместные проекты в аэродинамике и лазерной физике. Форум Шанхайской организации сотрудничества проходит в Новосибирске. Это очень удачный и правильный выбор. Город Новосибирск является очень важной частью в целом в Российской Федерации и играет важную роль в политике, экономике и образовании. В рамках форума в Новосибирске прошел и Всероссийский конкурс китайского языка. Студенты, показавшие лучшие результаты, получат возможность обучаться и стажироваться в вузах Поднебесной. Алексей Кузьмин, Артем Валевич, Константин Менин. Специально для итогов недели.